Привет всем! Сегодня будет последний ролик из серии «Ответы на вопросы». И сегодня я хочу ответить на три вопроса, которые мне задала о-ля-ля. Задала через личку на фейсбуке. Вот эти вопросы. Было ли что-то, что тебя в буддизме, в изучении буддизма разочаровало или неприятно удивило? Было ли что-то, что не совпало с твоими представлениями или ожиданиями? Если глянуться назад и проанализировать то, как эволюционировало твое отношение к буддизму. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, надо немножечко больше пояснить. Надо, наверное, рассказать, как я вообще пришла к буддизму. И так как я уже давно хотела это рассказать, то вот он, шанс. Начнем с того, что я читала довольно много историй о том, как люди разочаровались в буддизме. И у меня сложилось впечатление, что это свойственно очень светлым людям, немножко, может, даже наивным, которые приходят в буддизм как в религию мира, в которой вот этого всего, чего там в других религиях есть, не может быть, где все такие добрые, хорошие. И разочаровываются, потому что выясняется, что есть такая штука, как реальность, и люди далеко не всегда белые и пушистые. Ну, надо сказать, что у меня не было никаких шансов разочароваться буддизмом на таком пути, просто потому что я никогда не была светлым человечком. Я стараюсь, я даже, нет, на самом деле, честно, давайте будем окончательно честными, я даже не очень стараюсь им быть. Я стараюсь внести в мир свет, но я прекрасно понимаю, что, в общем-то, тени в нем тоже предостаточно. Но, в принципе, ладно, фиг с ним. А вообще, мой путь к буддизму, он с абсолютно другой стороны пришел. И, возможно, эта история немножко нехарактерная, хотя, на самом деле, я такое уже слышала. Я как-то сказала, что меня бы не было в буддизме, если бы не Сюан Сань. И, да, правда, этот человек, которым я когда-нибудь непременно расскажу более подробно, это человек, который из Китая ушел в Индию для того, чтобы принести новые сутры. Человек, который ушел в Индию, потому что у него кончилась трава, кончилось чтиво. Это, по-моему, просто замечательно уже. Ну, в общем, очень многие сутры мы знаем в его переводе, например, ту же сутру сердца. И, на самом деле, это было первым, что меня привлекло, был даже не Сюан Сань, его настоящий образ, нереальный Сюан Сань, скажем так, а его литературный вариант Сюан Сань из путешествия на Запад китайской классики. Дело в том, что когда я была совсем еще маленькой, я не знаю, сколько мне тогда было, младшей Евке была точно, то есть 4-5 лет, может, по телевизору показывали абсолютно замечательный китайский мультик про путешествия на Запад, и я им очень сильно прониклась. Я мало что из него помнила, пока не пересмотрела его уже во взрослом возрасте. Я помнила только, что буддийские монахи, они очень классные, сражаются с демонами, побеждают и так далее. И там есть обезьяна, ну, укун. Сюан Сань мне тоже очень понравился. Вот я запомнила, что есть такие буддийские учителя. Потом, спустя много лет, я выросла в очень готишного подростка, который ненавидел весь этот гребаный мир и упорвался по вампирам и демонам. При этом у меня проходил какой-то такой лихорадочный религиозный поиск. Мне нужно было срочно на что-то опереться. Я искала, к чему бы такому примкнуть, где меня могут принять. При этом, да, я несла с собой вот это глубокое недовольство миром. Я хотела свободы, личной свободы и, как бы так сказать, безусловного принятия. То есть мне хотелось, чтобы кто-то сказал, что я вот такая, какая я есть, я имею право на существование. И да, и меня очень сильно тянуло на тёмную сторону, даже несмотря на то, что вроде как печенек не было там, но мне очень туда хотелось. И христианство мне в таком разрезе ничего предложить не смогло сразу. Хотя меня когда-то в глубоком детстве покрестили, но у нас, в принципе, даже в церковь не особо кто ходил. Я почитала Библию, не впечатлило. И тогда я направила свой взор в сторону неоязыческих практик, которые меня тоже не удовлетворили по разным причинам. И тогда был ещё момент, когда я стала ходить довольно близко общаться с кришнаитами и поняла, что вот индийская философия мне, в принципе, как-то ближе. Хотя, да, хотя вот индуизм и особенно версия кришнаитов меня тоже не удовлетворила. И я вспомнила, что в детстве же вот мне нравилось про буддизм. Мне же нравился мультик. Вот почему мне посмотреть, что ж там такое по-настоящему, зачем они в индивши? И я бросилась читать всё, что я могла достать про буддизм. Книжки мне попадались, честно скажем так, к себе. Как я сейчас понимаю, они очень умные. Но я их, тем не менее, прочитала и абсолютно пропёрлась. Вот оно. Мне говорят, что мир-то на самом деле хреновенький. Непонятно, зачем его вообще создали. Лучшее, что мы можем сделать, это свалить от него. И что самое главное, мы готовы спокойно принять к себе всех с тёмной стороны. Давайте к нам демоны мы воспринимаем, становитесь буддистами. Меня это очень впечатлило. Да, плюс ещё вот этот постулат о том, что на самом деле добра и зла не существует. Всё должно быть в равновесии и так далее. Всё это меня на тот момент просто было бальзамом на душу. Мне просто озвучили те мысли, которые у меня в голове как-то там бились и не могли найти выход. И я поняла, что да, вот она в религии для меня. На самом деле, какое-то время я продолжала читать просто всё, что мне попадалось в руки. И потом я добралась до сутра. И первая же сутра, которую я посчитала, была сутра сердца, которая просто говорила со мной на одном языке. Это было очень странное ощущение, честно скажу, когда ты читаешь достаточно сложный текст. И как-то каким-то вот-вот не головой, а скорее даже не знаю чем, но всем своим нутром понимаешь, что так оно и есть. Вот оно так. После сутры сердца я уже серьёзно упоролась, я поняла, что надо читать дальше. И по мере вот этого продолжения, по мере чтения большего количества литературы, я открыла для себя научную литературу буддизма, стала это читать. И я постепенно приходила к абсолютно другому пониманию буддизма. И я внезапно для себя открыла, что на самом деле у буддизма очень много света. И мир неплохой, собственно, и я неплохая, и всё вокруг тоже, да, невеликолепно и неидеально, но так, в общем-то, и должно быть. Так должно быть, чтобы мы пришли к просветлению. То есть, в принципе, мир имеет право на существование, несмотря на то, что он такой вот нелепый. Нелепый. В этом есть своя определённая красота. И через вот это я всё сильнее и сильнее приходила к осознанию необходимости в любви к себе, к окружающим и так далее. То есть, от тёмной стороны буддизма я пришла к светлой стороне. Вот такая интересная у меня была эволюция. Физически же она, ну как физически, можно сказать, в плане теории, она выражалась следующим образом. В какой-то момент я нашла для себя буддизм чистой земли, Джо Душу, и мне он дико понравился. Как-то в нём было что-то такое очень-очень-очень светлое, чего мне не хватало. Вот этот постуат, что если светлый человек, если хороший человек может достичь просветления, может войти в землю Амиды, то уж грешник-то тем более. Да, именно так. То есть, что плохим людям, которые себя, которые, что называется, сейчас вот больше всего заблудились, не знают, куда себя деть, Амиды поможет в первую очередь. Мне это очень нравилось, это было какое-то, я даже не знаю, в этом было что-то такое тёплое и уверенное, чего я в своей жизни больше никогда не встречала. Что все твои плохие качества, которые ты считаешь плохими, которые довели тебя до такого состояния, что именно из-за того, что они у тебя есть, тебе помогут. Это было мне очень, для меня было настоящим открытием. Я пошла в это дальше, но в какой-то момент я внезапно открыла для себя цзадзен. Это было, да, действительно внезапно, потому что я никогда даже не думала заниматься цзадзеном. Я одина случайно сходила, чисто из-за попытства сходила на медитацию. И мне очень понравилась практика. И я стала ходить, в том числе, на цзадзен. У меня особое отношение с цзадзеном, именно сидячей медитацией, оно мне даётся довольно болезненно, но после неё мне очень-очень хорошо. Я понимаю, что всё куда лучше, чем мне кажется, и вообще как-то чувствую прогресс в себе. И долгое время я думала, как же мне соединить вот эти вот две ипостаси-то вот. Вроде с одной стороны тянет к такому сияющему, прекрасному свету, как есть вот Джо Ду Щу, но в то же самое время хочется просто тихо сидеть и не отсвечивать, хочется дзадзена. И вот я долгое время между этих двух огней меня вот так вот целепало. А потом я стала ходить в храм, в Кудзэнджи, познакомилась с замечательной абсолютно тусовкой, которая вокруг этого храма создаётся, с наставницей, но тогда она ещё не была моей наставницей, тогда она просто была очень приятным человеком, к которому я приходила, общалась. Я стала посещать все практические мероприятия, связанные с храмом. Чувствовала какую-то странную связь с Хонзоном, с главной статуей. Это был Джизо, а Джизо меня, в общем-то, интересует больше всего. И в какой-то момент, когда же это было, вот, да, вспомнила. В общем, у меня есть подруга из Сока Гакай, и она меня как-то пригласила на встречу с бразильскими членами Сока Гакай, которые приехали в Сандай. Мы с ними встретились, мы с ними пообщались. Я смогла задать павочку вопросов о том, как они вообще пришли в арминах буддизму, к Сока Гакай. И эта встреча у меня очень странным образом подействовала. То есть, надо сказать, что как раз тот буддизм, который не чиранщочил, Сока Гакай, мне не очень близок. Но именно общение с ними меня подвигло к тому, что мне уже пора как-то делать выбор, пора уже думать о том, чтобы принять прибежище и решить, где его принять. То есть, просто не мотаться от одной практики к другой, а наконец-то понять, где я хочу быть, что меня привлекает больше всего. Вот в таких чувствах я пошла к одному моему знакомому священнику, он сотущу, он поляк, ну опять же, мы довольно близко с ним в плане буддизма. Он пришёл тоже от христианства в буддизм. И я спросила у него, вот как он думает, что мне теперь делать, где мне принимать прибежище. И он указал мне впервые, что говорит, так ты же ходишь в Кодзэнджи и постоянно туда ходишь, там буквально уже прижилась как своя, так почему бы тебе не принять прибежище там. И я поняла, что да, действительно, дело в том, что Кодзэнджи – это храм Тэнда Ащу. И Тэнда Ащу меня как-то… я никогда к нему специально не приходила до этого. Но я поняла, что в последнее время я очень много читаю Тэнда Ащу. И в целом я начала как-то понимать, что именно Тэнда Ащу для меня является идеальным, идеальной школой. Потому что там возможно всё. Потому что как раз постулат того, что ты свободен в выборе своей практики, что можно брать любую практику, что должен быть какой-то индивидуальный подход. Всё это как раз присутствует в Тэнда Ащу. То, что меня изначально хотелось буддизм, то есть индивидуального подхода. Того, чтобы для меня была возможность быть собой, ни на кого не оглядываясь. Это всё есть в Тэнда Ащу. Помимо всего этого, в Тэнда Ащу есть ещё масса всяких других, весьма приятных моментов. Например, тот интересный довольно… Как бы это сказать… Очень интересный подход, который я называю «прийти в Нирвану со всеми своими демонами» очень горячо удобряла в том числе и Сайчо, то есть создатель японской Тэнда Ащу. И как раз это то, к чему я в свои какие-нибудь 15-16 лет пришла сама. К тому, что то, что в тебе, то, что тебе в себе не нравится, то самое плохое, самое жуткое, чего ты бы хотел избавиться, на самом деле тоже имеет абсолютное право прийти в Нирвану. И тебе это нужно просто успокоить, понять, зачем оно тебе, понять, почему оно тебе в данный момент мешает, когда могло бы, по идее, наверное, помогать, потому что нам всем нужно в Нирвану, не только мне, но и вот этой темной моей части, и разобраться с ней. И пока я этого не сделаю, пока я не научусь вот это вот в себе, вот этих вот демонов, которые мне вроде как мешают, не научусь любить и воспитывать, мы никуда не придём. Этот момент у меня очень понравился. И, в общем, я решила, что да, действительно, да, да, ещё это для меня. Я пошла к наставнице, очень-очень нервничала, она потом до мной очень смеялась, чтобы посидела, руки дрожали, рассказывала, что ты очень хочешь принять прибежище именно здесь. И она сразу же согласилась, без вопросов. Вот уже буквально в какой-то момент я пришла ещё и думала, вдруг она откажет, а тут мы уже сидим и обсуждаем, какое у меня будет имя. И как-то так получилось. Как-то так получилось, что именно в CodeZenji я нашла себя. И после того, как я приняла прибежище, всё, в общем-то, изменилось, я могу сказать. Я не могу это объяснить, это очень тяжело объяснить. Наверное, люди, которые принимали прибежище, меня поймут. Все остальные нет. Но то незримое, что ты когда-то немножечко чувствовал, оно начинает чувствоваться намного сильнее. И я поняла, что такое та самая поддержка, безусловная, которой мне хотелось. Я её, наконец-то, обрела именно после того, как приняла прибежище. И я думаю, что сейчас я ещё в процессе своего становления, понимания, чего мне нужно в буддизмах, как мне нужно идти. Меня по-прежнему немножко швыряет между практиками. Думаю, что ещё какое-то количество, ещё каких-то пар лет это сто процентов займёт. Всё сильнее, всё сильнее, я начинаю задумываться о постриге. В принципе, наверное, когда-то я это сделала, этот шаг я сделала. Я чувствую, что я к этому иду. Благо, в Японии для этого не нужно уходить из семьи, что очень хорошо, потому что семья для меня главная. Вот такая вот вещь. Ещё очень интересно, что одна моя очень хорошая, очень хороший умный человек сказала, что буддизм имеет весь потенциал быть религией для мудаков. И я с этим абсолютно согласна. Но это не в плохом смысле. Просто дело в том, что как бы, как бы это сказать, не всегда, но очень часто в буддизм приходят люди, которые сильно разочаровались в мире, разочаровались в себе. И сейчас они имеют действительно потенциал, просто разочаровавшись во всём, вести себя по-мудачески. И буддизм они приходят именно потому, что вроде как им не говорят, что это неправильно, ты должен непременно перестать так думать. Вроде как тебе объясняют, что да, надо отсюда линять, мы тебя абсолютно поддерживаем, давай медитируй. И дальше может произойти две вещи. То есть либо они просто сосредоточатся на практиках, удалятся от мира, будут сидеть там каждый день по 20 часов там и всё. И в таком случае они, по крайней мере, никому не навредят. То есть мир от их мудачества хуже не станет. Или, как вариант, они поймут, в чём они были неправы и начнут нести в этот мир свет, начнут его любить всё-таки и перестанут быть мудаками. И мне кажется, что в таком разрезе буддизм, наверное, наиболее адекватный и наиболее безопасный вид. Безопасная религия для людей, которые глубоко изранены и, можно даже сказать, доведены до отчаяния. Это возможность обрести себя и никому при этом не навредить сильно. Я не говорю, что в буддизме не случается так, что человек начинает активно навредить окружающему себе. Это тоже, конечно же, бывает, это бывает везде. Просто потенциал для того, чтобы это в себе переработать, мне кажется, в буддизме есть. И он правильный. В других религиях, наверное, тоже есть. Просто я в этом пока не настолько глубоко. Не настолько хорошо это знала. Но я для себя нашла только в буддизме вариант проработать вот эту всю тёмную боль и то, что накопилось в душе. Вот так. Поэтому подытожим. Хорошо? То есть я бы сказала, что моё отношение к буддизму эволюционировало от тьмы к свету. И не совпало с моими представлениями то, что на самом деле можно не быть светлым человеком, но при этом внести в мир свет. Когда я пришла, я это не представляла. Теперь я это очень хорошо представляю. Спасибо всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова